Всем день. Я, как уже сказал, Роман, я довольно давно занимаюсь экскурсиями. Подшелось ученые годы-десять тому назад, которые были студентами, которые ведают впервые подшатковые наши деятельности. Подшели мы заматывали таких экскурсий по Деларуси, первую, ладили, высказали, десять годов назад, дальше разом с Романом. И поступово-поступово это все переросло в тое, что подшели распроцовывать некие свои властные маршруты. После подшелось уже распроцовывание с туристическими предприятиями города Витебска, Республики. Ну а на сегодняшний момент я являюсь гидом, спроводжающим одну из ведущих российских компаний, занимаюсь экскурсиями за межу. Основной литературной мультфильности это скандинавская Украина, Финлянда, Швеция, Норвегия, в основном колония Норвегия и так само тура в Европу. Ну и заходящий из некого своего досвиду, Роман пропонавал выступить из лекции. Я неюсь профессийным лектором, я худший праздник, но лишь некие думки, например, мои, может будут вам корыстны и потребны в вашей будущей праце, когда вы решите все, что тебе связать с своей же тетей, и уже оно связано с историко-культурной спадшиной. Мы с вами тут собрались, а для того, как поговорить про профессию гида, тема нашей лекции «Гидом бытия экскурс по профессии». Если у вас зараз курсы менеджеров историко-культурной спадшины, то сразумело, что гид и историко-культурная спадшина не связаны между собой. Но если взять значение гида, просто набрать в интернете, то можно состретить вот такие возношения, проводник, сопровождающий туристов или экскурсантов, объясняющий осматривая их имя достопримечательностей и такого кшталта. Больше подрогазно, хорошо проводится термин «экскурсовод», это тот, кто руководит экскурсией, показывает их курсантам, выставленные для обозрения экспонаты или ведет их по достопримечательностям, местам и так далее. Наверное, что гид – это со старой формулы, справочная книга для туристов и путешественников с указанием достопримечательностей местности, путеводителей. По сути, это возношение человека, профессии – это возношение книги. Но розницы по меньшим особо нема, если так разобраться. Но я лечу, что это возношение гида не то, что неправильное, просто вельми степлое, вельми-вельми в узкие. Ну, а с возношением гида мы покуль, что вызношилися, и далее хотел бы вам пропоновать вызношиться с термином историко-культурная спадшина. Мы не будем разговаривать, что значит этот термин. Я думаю, что каждый из вас это заразумеет. А лишь хотелось вам вызношиться с тем, какие деньги можно здесь снять удержанение за историко-культурной спадши. Ну, давайте допомогли вам мне. Что можно заработать с объектами историко-культурной спадши? Ну, что мы за меня могли? Определить и охранять. Вызношить. 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 Захавать. Так, еще. Из них можно. Можно, натурально. Затем сейчас ты и занимаешься. Вызношить. Так, еще. Отновить. Одновить. Популировать. Популировать. Долгое слово. Так, решаем. Ну, в принципе, сразумело на правке строго-культуры и, конечно, мы спрашиваем, вырумножают, створяют некие новые объекты и так далее. Все это, по сути, стесняет кто? Романство, да? Романство это стесняет обопирающееся на некое законодавство, а стесняет оно это обопирающееся на законодавство посредством неких организаций, специальных институтов. Причем, каждая из организаций, каждая из фраманских институтов отказана за некую деятельность. Например, отновляют некие будавничьи организации, реставраторы, заховывают, да, их низшие державные институты, некоторые. Усех это фраманство стесняет проспеванные институты. А деду вместо гиду, скажите вы мне, вот в этой день это история как культурная спадшина. В длинном слове. Популяризовать. Популяризовать только дли. Как мне сдается, гид 8. И он до кожной, до кожного развития маят отжимин. Давайте поглядите. Чему так? Справа в том, что гид является посредником, помеж грамадством, с одного боку, и помеж историко-культурной спадшиной. А про это мы с вами сказали, что грамадство формирует грамадскую думку, якая такте инакше, а еще все же таки уплывая на законодавство. Сгодно с этим законодавством, державные правоатные структуры и организации, которые выступают основными в роли дни и дни, у дочинения до историко-культурной спадшины. Вот такая у вас долгая схема. А гид мая непосредное дочинение объекта у историко-культурной спадшины, и при этом он может непосредственно уплывать на формование грамадской думки. Конечно, вы можете мне обвиновать этот дым, поправить, а не сказавши, что я, может, не абсолютизую роль гида в этом процессе. Ну, натурально, у нас грамадзяне наши, жахары, напротив нашего города, они не мелают табунами по экскурсиям. Каждый день на новую экскурсию. Такого нема. Конечно нема. Но, что это, что фактор гида усправе захавания, популяризации, разумения историко-культурной спадшины, если я, в этом мне сдается безумно. И в этой совести хотелось опозначить, что одна задача вас, как будущих менеджеров по историко-культурной спадшины, з'является створение нитих умов, задеяние организации, как много большей колькости экскурсийных туров, потому что именно эта экскурсийная тура з'является одним со сродком непосредной совести широких колов громадства и историко-культурной спадшины, то, бог можно таким чином широкие колы громадства познайомить с историко-культурной спадшиной. Причем познайомить непросто, а познайомить вельми дейсно, как нечто их там в мозгах сборохнулось, и у вынеку были приняты законы, и, соответственно, за какими денежами эти организации, какие вы рабили тое, что треба рабить, удержанения этих самых объектов историко-культурной спадшины. В этом все теория. Зарапский рахун поступово-поступово будем переходить до практики, как все это можно рабить. На початку мы разведем несколько формул экскурсий. Зробим такую классификацию, где могут проходить экскурсии и какие склады экскурсантов. Для початку возьмем нашу громадзяну Республику Беларусь. Я думаю, что вы сгодитесь, что, коли у людей есть час, коли у людей есть гроши, то и они, коли им яны выбирают подшинок, и они завершают выбирать подшинок за мяжу. Это дотышится и до экскурсийных туров. И они едут за мяжу, ну, завсё да было дикаво поглядеть, а як там у их, да? А коли сегодняшних умовах это сейчас вмешается с наведыванием там гонлёвого центра Акрополис и Ашетша власти, да? У Бога ли супер, вот так над подшинок. Ну, и оно так и есть. А лишь на сам речь наведывание громадзянами Республики Беларусь замеженных краинам является вельми важным фактором в исправе разумения и заховании историко-культурной спадшины. Ну, во-первых, когда мелорусы едут за мяжу, то яны бачать, як у замежных краинах ставятся до историко-культурной спадшины. Тут, конечно, всё вельми залежит от гида. И у дальнейших моментов, про которые мы будем казать, всё вельми залежит от гида, як мы это будем показывать, доносить. Мы про это поговорим в греху позднее. По пуль, что просто разлетим вот такий предметный аспект. Вельми важно, как люди бачили, что историко-культурную спадшину объекты можно заховывать. Як замежу ставиться до объекта историко-культурной спадшины, мы подробязно зараз не будем обмерковывать. Я думаю, у всех это разумеют, у всех это ведут. Добро ставиться, да? И не бывает такого, как снижали помники историко-культуры спадшины, зараз не выключение. Вельми добра, как снарганизованной экспозиции у музеев, которые вдоль не затекают абсолютно широкие колы громадства. Ставление до национальной культуры, мова, традиции, все это разумело на самом высоком узровне, как правило. И наши люди, калі бачать гэта с допамогой гида натуральна, могут побачать гэта иновласная ложь, а калі гид будзе удзейничать, а шы больш, яны заразумеют, што, ага, тут добра, трэба шынаму гэтам терунку нечто робить. И практичные выники часа-часу яны проявляются. Ну, поглядзите, ось, напрыглад, недавно был у Полацку у зимку, побачу там такие информацийные шильды. Такие самые шильды у Вильне стоять ўжо годов десять, у Вильнеся. Информацийные шильды, які усталяваны за грошей юрапейского звязу. Ну, але ж, хиба з юрапейского звязу, т.е. там па карте пакалупаўся, а ось у Полацку трэба поставить такі шильды. Да не! Люди з Распомніте Беларусь, побачили такі шильды, софісті собор і інші аб'екты у Полацку, гэта помнікі, па сутнасті не тольте нашого національного значэня, але ёрапейского значэня. І нехто там парупіўся, каб гэта шильды з'ябіліся, ён добіўся, каб европейскі звяз, зробіў фундацю для ёху сталявані. Ці на прэклад ўзять просто Витебск наш, гэта ўсі информацийныя указальнікі, да? Туристична. Этих рані не було. Узгадайте, што ўявляю сабо. Витебск десять годів тому назад, да і не тольте Витебск, усе наші аграды. Зараз ўсё ж такі рух, гэта ўсі да більш добрая інтерпрэтація, більш добрая паказу історо-культурно-спаршіна, ён ёсість. І тут безумовным з'являецца уплыв ніяких замежных вопытаў, і ніяких замежных традицій гэта галене. Вы можете мене поправе, сказавшы, што я не кальті разоўжу, зараз куну слова мінавіта «энтерпрэтація», а спадшатку я сказавшы, што наведване беларусамі замежжа важна для захавання нашай історо-культурно-спаршіна. Ну, так. Калі яны таким чыном вызнаюецца спосабами захавання історо-культурно-спаршіна, пасуднашці гэта интерпрэтація мавчымасці нашай історо-культурно-спаршіна ў замежным такім усесяродзі. Алеш гэта вот інтерпрэтація яна што? Яна сядзенеўчей разумінню. А гэту ўсвоя чаргу сядзенеўчая захавання. Тобок немагчыма захаваць стоя, чаго ты не разумееш. Гэта вот зваробная сумэзь и она безумовна працуе. Справа толькі ячто заставецца адымкап, як мага болз беларусу могли баяшаць замежу.... Гэта, я думаю, будзе вельны дзейсна фактор гэтапога, становяцша історо-культурно-спаршіна у нашей краины полепшилось. Так само, зверните увагу на наступный тезис. Яны, як сродок познания себе. Тут что робиться? Познать себе у замежи, познать свою культуру, уластные традиции, можно про супропоставление, те супоставления. Ну, я спроведу некольких прикладов. Например, я со своего опыта хочу заходить в Норвегию. У нас под шастуров по Норвегии, часом бывая наведывание норвежской фермы. В Норвегии, в Оголе, это Норвегия, это края фермерская господа. Прочлим, господин, ферма «Гуменаведа» и ферма «Стейнстар». И она была заснована, на початку 17-го стопотия и належит 15-ти поколениям одной семьи. Алистия, там это была ферма «Живелого Доджа», а зараз уже больше 100 годов, и она занимается выросшиванием яблок, сливов и так далее. И вот, когда я наведываю эту ферму, случайно, сами господары сустракают туристов, расповедаясь про то, что я, ну, я, на жаль, тут и никуда не привозил в Белорусске, працую в российской компании, но, а лишь, за усёды, узнякая, так какого, штамота дорог, расповедая господар, как у себяны выросшиваются в этое древо, какая традиция в Норвегии, в этой галине. И знаходятся такие тёти-госпадыни, такие дашницы, да, а у нас как? А у нас вот так. А вот моя бабушка, а вот она это. Чем гэтаме узнавлению своей власной памяти историко-культурной спадшины? Бо гэтая традиция, гэтаж таксама, гэтая нематериальная, наша историко-культурная спадшина. Цей инши прыглад. Напрыглад, наведываю, шыж макликие храмы у Скандинавии, ке изъявляются протестантскими храмами. Там официальное евакельское литеранство, прынятое як державная религия, а вот у многих краевых религия не отделена царквы. Так вот, халю манавидаем, гэтээ храмы прыходецца расповядаць, канешніш, пра асаблілості на пажэнства. Чому гэтээ храмы знутрю выглядаць манавида так, а не иначе? И тут тады пачынаюць. А вот в наших царквях па-другому, туба знужа на аснове гэтэго, гэтэго, незнайомага асяроця у розуме и те конструкция неких аспектов аэээто так санэ, вельмистанунжа, вельми добры прыглыб. Ну и трэтие, тэзэсэ, яйкэтуда знашэна, гэтээта самая прозлая, самая зразумелая, как мне здаецца, внаходцецma сябийся Руды. Самая страва прыглока гэтэм сэйчя екі, скажыыць. Вэта Вильня, Вильнюс. Калі вы гуляєтся пагэтам горадзе, то тут гэтэмкрадзе гэтэмга, вы бачите жилье Костусю Калиновскому, Франтишку Скоромена, белорусской мове, а калейше экскурсовод к реху расповеде больше, то станет разумело, что спадшина белорусская в этом городе представлена выдатно. Причем навод не обовязково робить такие вот традиционные классичные экскурсии. Привожу снова предложу. Засим недавнее я наведал фильм приватно разом со своей девушиной, якая до экскурсии ставится довольно так скептично, и она не любит такой традиционный подачи материала, не любит там фото на фоне там костела и так далее, в это ее не текало. Мы так повели, просто гуляли, к руху расповедал, конечно же, гуляли по этих узких вулочках, и вот когда ей спросили, ну как тебе город, первое, что она отказала, и она отказала тое самое, и она сформовала ту самую думку, которая зелилась у меня, когда я первый раз сам гулял по в этом городе, и она сказала, что я побачила город гэтый, и сразумела, якими могли стать наши городы, когда история не слала все так, как она справилась. Разумеете? И иншие объекты можно так само провязывать до нас. Возьмем рыгу, вы ведаете рыгу в датный прихожий вельмя город, и что вы бачите там? Речку Далгава, якая у нас, мы думаем, как заходняя звена. И вы узгадываете субези, связанные с этой рекой, вы узгадываете, что, менавито, в этом месте викинги в охоте или на своих дракарах, кнорах и инших судах, и, менавито, это участок был вельми важный для шляху Ганглёва с Гарагалкух реки. И этот шлях Ганглёва, как мы видим, вельминку уплывал на развитие нашей истории, нашей территории. Можно найти у Парижа место, связанное с Шабадом. Можно найти у Петербурга, например, палац, где жил облажней воды, где помер Станислав Август Понятовский, облажный король Рыжи Посполитый. Это все можно делать, и это все выкликает теканность до уластной историко-культурной спадшины. Разумеете? Вот туристы, вы сказали, у Петербурга, они бачат Петербург, город, ну, шикованный город, невероходный. И они бачат, и они чуют, что наша культура является часткой вот этого шиковного выдатного города. И они разумеют, что наша культура так само ж, а гостевартая. Хоть там, может, тетка с Дубровна приехала, откуда в это Петербург, и она сидит в этом Дубровне, здесь же доброе маленькое мястечко, а лишь ничего текого с собой она не уявляет. А тут она бачит, да, я с Беларуси, а вот тут пусть наш король был, и ей такая гордость за это. И она приезжает и глядит уже на уластную культуру с меньшими врачами. Поэтому эти факторы, факторы заменчат, вельми и вельми важны. Но лишь беларусы вандруют не только заменчат, они вандруют и умежах нашей краины. И тут так само вельми важны факторы гида. Люди, коли знаёмятся с историко-культурно-испадшиной беларусской, подчас экскурсии по Беларуси, они не просто их бачат, да, и они жуют от гида интерпретацию, отрымовывают гида интерпретацию этих объектов. Гид может что? И он может быть, как у нас было написано, гид, означение человека, означение книжки и оно подобное, да. Гид, можно сказать, церковь была построена в таком-то году таким архитектором, была разрушена тогда-то, восстановлена тогда-то. Пошли далее. Запомнить, что да нет, конечно, не в это наврат тебе будет саденеть, что не их ему звуку там в голове экскурсанта. Ну а лишь когда гида это зарабить рамотно, я об этом родился напоследок и поговорим, и якосно, яскраво передать информацию, то безумно у людей нечто зашевелится. Я не пошлюсь глядеть на объекты историко-культурно-спадшиной, особливо иначе. Вот это в ведьме важно. Особливо это важно, когда вы проводите экскурсии для мясцовых. Ну, например, тут взять наш Витебс, экскурсия для же хору Витебска, и они ходят под этим витебске каждый день. Мы бачить этот объект и каждый день часто не уявляюши, что то есть инш объект и это есть великая каштованность. А коли они почутят вас, что саправды их это великая каштованность, а гости варты, и это уже будет для детей иншими вашами. Но про это мы говорим, что поговорим сейчас нашей практичной части, это моменты мы еще вернемся. Интересным моментом является то, что подчас экскурсии изнутри республики, хоть дарить что-то можно сделать из-за межуи, но изнутри изнутри республики в это отремовываются больше и острова, скажем так, до места. Можно сгортаться не только до материальных объектов, но и до нематериальной историко-культурной спадшины. Как это отремовываться? Я проведу предлог, как было разумеемо. На предлоге мы лазили в Пан-Року на Полище. Ехали из Витебска целую ночь, и приехали, мы ранницы, а вот мы ранницы в невеличкую вёску, которая называется Лахва, недалеко от Пинска. В складе нашей группы было несколько китайских студентов. Была неделя. В этой вёске находится мурованная церковь Сераизина 19-го Ставодия, которая изъявлялась мэттой нашего визита в эту самую вёску. Когда мы туда приехали, бабули нам одним выслушали, они не бачили, не болят этих водителей Халтоуса. Ну что, мы подоходим до церкви, шаг 2 замкнута. Перед церквой сидят человек 15, бабули у святошных таких стероев прихожих, и они кажут, на божество ход кавузе, бачили, что ход копринити. Знамени китайцы, да, памятные? Ну, мы сжигаем батюшку, проспал воде, надеюсь, он повинен был пройти. И что, чуем мы, под куль, стали чувать белорусские спевы. Народные белорусские спевы. И что мы бачим, когда церкви сидят к этой бабули и спевают песни для наших китайцев. А китайцы слухают, разумеете, но тут треба брать дектаконы 200 туристов. Ну, вот такие, яскраво отрываю всему миру. Абсолютно инший приклад. Приклад, який дотичит самого. Коли я, случайно, провожу экскурсии по Белоруссии, то для белорусов, натурально мкнешься проводить экскурсии народным миру, хоть довольно часто от этого спрямается с початку негатива. Мы не понимаем, не надо, мы не понимаем. Воснее, не это предприемство, возил глубокий моссор на экскурсию, и там где жаншины были, они глубокие подышали, они так уже подпели, ну, вероятно, наши выезжают. Подпели, так уже, как Владимир, мы ничего не понимаем, давайте нам по-русски. Ну, я отказал, что экскурсия по Белоруссии, я так и дать протягу по-белорусскому раскатку. А на оборотном шляху, я так и водится, коли выезжают предприемства кудышки, вспомнились зеленые прибыли, когда наберут все, что есть, и будет закусить, и так все беседушки, и она из нашей старшиня, скажет, что там столбился. Я вот опустил шакаю, покой в это скончится, а на этот джаншин заходит, Владимир говорит, с нами. Ну, пришлось истить, короче. Ну, и что, там уже во всем велье-велье весело, и пропанова такая поступила от некого, да и одной молодой девушине, ну, давай, ты, как наша активистка Белорусского Республиканского союза молодежи нашей организации, старшиня, скажи то, и так скажет, достойно, я запомнил его за молодость, за процветание, за стабильность. И вось в это две шаншины, яке мне казали, скажи по-русскому, говорят, что ты говоришь, живи Беларусь. И вось в это, вось в это было удобно. Тигари бывают, когда ты повез школьников, распоминающим по-белорусски, он из пошатку сдаётся негативно этого спрямать, а после, на проконце экскурсии, я накажу тебе, дякую Владимир, не спасибо, а дякую, и вы уже зробили великую справу. Это датышится унутренного туризма. Ну, и еще один успех – это экскурсии замежников по Беларуси. На жаль, их неверный у нас сегодня шмат, но, а лишь иные проезжают. И тут, вось в фильме, важно, как они отримали не только яскрабое уражение, а лишь позитивное уражение. Бо нам потребно что? Как бы их проезжало сюда? Больше и больше. И они проезжают сюда, и это соединяет развитию справы в сферах захавания и развития объекта в истории культурной спадшины. Бо натурально, когда есть спрос, то нечто будут делать. И в этот процесс шоу как можно больше активно – это сувесена видовочная, это добра и для нашей экономики и для обеектов в истории культурной спадшины у приватности. Прошу лицам с замежниками? Я нынешний, в фильме декабы, тут есть несколько особенностей, им за все декабы, все это повредить, причем говорить не только про российских туристов. Тут есть несколько особенностей. по-перше, треба, как могло больше свертаться не только до истории, а так само до сучасности, и до того, как живем. То есть, ты и речи, на какие мы свертаем варьи. Это увлекает великую цикленность. А еще в фильме неважно, она вот отдельно таким высынув фактор, не забывать показывать свою для замежников. Вот для замежников в фильме «Ескравун» заявляется Момон, коленой батчать, нечто знаемое для себя. Ну, например, туристам с Франции было приятно дознаться, что недалеко от глубокого ее звездка оказывается паровищ. А в фильме «Ескравун Момон» был извязан «Коли под шастлой астал базар» в 1909-19-19 на полноходе перевелось попрацовать с корреспондентами немецкого телепатчика и они сдымались уже в проществе туризма. В Белоруссии они были у нас на славянском базаре, а после мы с вами поехали у Хлыбокара. Там нас у строка устаршения «Араевы Конкама», связанных с туризмом, «Время доброго, дорогие дядь, Катерманус». И вот ее нас завез на Мойилке. На Мойилке где показал похование немецких жанеров в часов другой Су-светной войны. Шли немецкие Мойилки на стадеюне под час реконструкции и раховали и зарабили таким вельми добрый астраловым район. С казкой немецкой, с крыжами немецкими. Казал в этой супрацовник Раевы Конкама, что вельми ветераны были супры, но они ж добились и поховали. То есть немцев в этом настолько уразило. Это вельми доброе. И они разумеют контексту в оболе нашей историко-культурной спадшины, нашей ментальной культуры, наших традиций и так далее. Но это что датышится экскурсии. Таким, чином мы выслушилися. Вельми добрым з'являются экскурсии, когда мы едем за межом, когда мы ванруем с нашими свашинниками по обеламсе, и когда до нас пролежали за межом. По этой части выступы пытаемся за уваги. И чем далее? И чем далее? Ну а далее? Давайте попробуем поговорить про то, как все это здесь нет. Думаю, что каждый из вас в памяти датной экскурсии школьной, когда с самыми здравым уражением заставались успамины про то, как весело было собраться в этой экскурсии. И не больше того. И вот это все рейты, там, в этом не было. Довольно часто в этого нема, на жаль, можно в этого добиться. Ну, в уголе профессия еда нестандартная, она фельмитикавая. Ну, чем это заключается? Ну, по-перше, профессия еда звучит, а это профессия подпрацовка. Таких профессий на самом деле довольно нешли. Это искрабая профессия подпрацовка, когда вы працуете еще десять, а тут час от часу проводите экскурсии, этот ломашится такой непомной загрузкой, незразумелым графиком, когда эта экскурсия отбудутся, не отбудутся, больше с гидов працуе, сумершающих эту працу со своей основой. И с гэтага выникает, что гидами працуют абсолютно розные люди. Абсолютно розные люди, працуем, это не обовязково, это может податься, что в этом могут быть историки и мастерства знавцы. Нет, вовремя. Я говорю, вельми шмат гидов, вельми шмат пастаховый гидов, и сирот их есть, два из правых приклада, инженеры. И сирот их есть человек, который кидал футерами в Москве, довольно долго, больше за десять, и ваду, працавал такой вот фирмы, а стал вельми пастаховым европейским гидом. Им не перешкаджает этот опыт. Справа тем, что профессия гидая, она не патрабуя неких конкретных ведов, не означая этими конкретными ведами повинен володать носьбит этой профессии. Гид профессионал, и он завсёд повинен развиваться, и он завсёд читает, выучает. В межсезонье, например, в выпадку международных гидов зимах до межсезонье, працаваць праходяцца литерально каждый день читаюча, и нечто выучаюча, иначе не отрымаецца, иначе не будзи успехов в этой профессии. и с тягом часу пробелы у той иншей галине ведов, они ликвидуются. В той же час вельми добра, каля вы з'являетесь профессионалом у некой конкретной галине. час от часу вы можете сгортаться на своих глубоких ведов, и их выкористовывать под час экскурсий. Гэта будет успрематься вельми позитивно, вельми тякаво, выкористовавши свои профессионалы, поглубиться у некое пытание. Как вы не стараетесь робить ваши экскурсии рознобаковыми, пусть ровно кто вы ее и судны, это будет проявляться. Например, меня вельми участвуют курсанты «Владимир, вы историк, в этом процентов 70 рассказывают, это не про историю, а про сушасность». Гэта за счёты будет. Что главное в праце еда? Затекавить. Затекавить людей. И какая самая главная мова, которую вы лечите, является для того, как гид мог затекавить? Самая главная мова. Самая главная мова заключается тем, что гиду, повинно, подтекава самому. Разумаете? Коли в очи не гарать, то ничего не отрывается с вашей праце. Треба научиться лавить кайф от этой профессии. Если вы працуете, и это как наркоты, это вам потребно, тогда будет соправдан результат. Великая добра основа, а володы, конечно, основами ораторского мастерства. Какими ведами вы не володы, если вы не можете их передать популярно, то так само это будет марно, это будет дарма. Я рассказывал мне один пиролец из Минска знакомый ехала экскурсия из Минска у Полоцк. Была классическая, довольно пожилая бабуля экскурсала. Я сидела на дедушке, расповедала гиды советской традиции они любят грунтовно, подробязно, картинками на 40, расповедала и тут она замаутшала. Замаутшала, держалась на ней поглядя. А поставила микрофон и затрапела. Так не треба. Это невинно. Треба быть живым. Треба жестоко быть не веду. Показывайте свою открытость, демонстрируйте долонь. Инши приемы, которые можно довольно нелегко ограничиться. Увагулі, будьте акторами. Не бойтесь быть смешными. Это вельне корыстно. Это допомагает людям добро разуметь той тиньши аспект. Возьмем приклад с нематериальной культурной пашиной. Вельне добрый класс есть белорусской культурой легенды и падания. Наверное, от этой легенды и падания могут скрасить шматрики переезды подчас экскурсии, когда вы ездите в Минск, вы будете проезжать по разгрузку, которая называется «Будь силам». Возьмем это добра легенда, которая рассказывает про то, как жили были деды бабы, и они за все испарилися, и в этот день пошел в лес, взял с собой торгу ежи, черту скрал, и этот черт начал ему допомагать, переплыхал свою бабу, и все у них стало доброе. И вось за то, что черт обуджал самые такие обудзил у бабы добрые эмоции некий, назвали Будзилова. Люди слова сплошают. Вы сказали, дикавры ли я? Наполнение, да? Вот так рассказано, сусим не дикавры, натурально. А когда вы скажете, что дед, там, например, соковик месяц, дед пошел у лес, задолбала его водая баба, пошел и он у лес, взял с собой торгу с ежей, распранулся и пошел працовать. И пошел он кудысть по лесе, шукать, куды ж эта торба делась. Забажил на переде невеликого шорта, и бег с этой самой торбой. После шорта, ты с ними, где долго-долго глукал по лесу, и башит на поляне, каля болото, стоять черти у шерах, а перед ими выступает самый старейший шорт. И дед повалялся, повалялся к реклу, а после думал, ай, будь, что будет, мы поищеваем до этого самого старейшего шорта, и скажем, так вот так, я тебе ничего не роблю, ничего дреного, а твои подначальные мне крытить. И так, все у шорта, гэта разная шорта. Каля рассказать, гэту легендру, такой гэта манеры, крыху поиграть, отрывается, не отрывается, это уже иншая справа, отрывается. С тянем часу, гэта будьте отрывается, а лишь гэта будьте живы, вас будут слухать там и дети, вас будут слухать и дорослые, и заправды, и запомнить, и им будет текава, и она не будет вертать увагу на то, что мова белорусская, она вот корея, то есть и не разумея, и таким чином, вы знайомите туристов с историко-культурной спадшины, по полю разумите ее, знайомите с мовой, с традицией, и гэта дали, и гэта дали. Это вельми и вельми важно. Таких прикладов вельми шмат можно приводить. Если взять скандинамский на приклад контекст, то есть у Стокгольма, есть Рыцарский остров, где, верите, самый маленький остров. В Стокгольме, кажется, что с его подшелась история Стокгольма. В 1187 году город Сектуна был в велите город, Йонгарел, и оттуда пагорельцы проплыли, и засновали Стокгольм. А нас восток, Гребно, в маленький остров. Маленький остров, потому что дравля на лоб ударился про этот остров. Ну, не тякало. Халера сказали, что бедные, несчастные, пагорельцы сектуны, кто на лодках, кто на плотах, плыли, плыли, дынь, 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 по озеру Мэлэн. И в озере один прекрасный момент, Бравно, Стокг, ударился об остров маленький Хольм. И в этой бедолаге выскочили, Стокгольм. Все, туристы запомнить, Ну, вот недавно довелось походить с жахарами Петербурга по Витебску. Приехали, так, молодец такая, приехала, потелефоновали мне, как и радио не 8-го сыковика, 3 выходных в России было. Потелефоновали, на машинах приехали, до 30-ти годов, семейные пары, 12 человек, такие вельми веселые, позитивные, сострелялись у нас в имени для Добровешенской церкви. Ну, с початкой экскурсии, сурьезный объект, да, Добровешенская церкова сурьезная церковь, конечно, там, ну, больше фотографуются, чем слухают, ну, все тем далее. И тут башен, вот эти, вот эти постамены, где повинны были поставить помняк Александру Невскому, а еще у нас есть помняк Фантом Княгини Ольги, я не заявлюсь, я просто думаю, а вот это вот, у нас неизнувший помняк Уитебску, и ходят, хопа, увага такая. И вот этот контекст, вот этого неизнувшего помняка, и они подшули легенду про Княгини Ольгу. И вот это было сделано на початку экскурсии, и они сразумели, что может им, саправдой, быть дикаго, и варто послухать. И после, вот таким неформальным стилем, мы за ними отпрацавали, погуляли по городу, вельми добра. Тупок, треба импровизовать, и подавать материал нестандартно. Причем импровизация вельми часто может вам допомогать. То есть, проведуя этот приклад, мне довелось в Норвегии потрапить в фильме про Божий город Алисун. Это был первый раз, когда я был в Алисуне, Алисун лежит со столицей Стеллематэр. Миллиоричный город, две центральные улицы, город в 1904 году сгорел, и его отдавали на него целиком в Стеллематэр. То есть, проехали в этот город у вечера. А раньше я был там делать экскурсию с правой тем, что я в этом городе был в первый раз. Материалов по городу мало не было, ну, немало. По норвежской, вестнаверской, не видел. Ну, что было делать у вечера? Поехал по городу, походил, поглядел, где там, какие, у модерна уже богатые, какие узоры такие, поглядел, что колледж, место там, покрытурнал, связал эту историю Норвегии, и прочелся, добрая экскурсия. Всего в Витебску, с Петербургом, туристами, мы поглядели амфитатор, а после бачу, помню, ведаете, для амфитатор, клоуна, да, это помню. Я зараз по Беларуси працую в Витебску, в Витебску, не веду, ничего про это помню. Ну, по бачу, почитал, что это дар, ну, рассказал, что это дар такого-то актора. А там натерто 3 месяца, да? Ну, что? Натерто его 3 месяца у клоуна, нос, кошек с Грашима, и собачка, его все они потерты. Ну, что? Кожу, нос потрете, будет вам весело в жите. Кошек с Грашима потрете, будут гроши. Собачку, коли потерте, сябры и добрые, у вас верные будут. Ну, и нормально. Конечно, не лихо сказать и лживые факты, неуякни мрази, не шокот, не лихо конкретно дезинформовать. Нет. Но это же ваша властная интерпретация. Это ваша властная интерпретация, права на кого вас никто не лишал. Вы дадаете свои властные наркования, и не больше того. В принципе, это нормально працует. Я считаю, что объекты показывают, требовало их расставить по полной, как тут означает. Но много лет часто, когда вы проводите вот такие экскурсии, объекты сами вам могут помолчить, но вот, когда веда у вас недостаткова. Больше того, эти объекты могут поспроять тому, что они будут ускореняты туристами, и еще большие островы позитивные. Ну, на прыглах можно провести такой прыглах. Когда Хельсинки есть остров, он называется Сулман-Линна. Там крепость. Соправно, целые таки, войсковы городов, посерот Финского залива, по XVIII векам, все это с того, это все датуется. И когда довелось проводить экскурсию по этой крепости, это сегодня жилый район города. Мы рассказали, я рассказал не только про то, как было, но и про то, как живут сегодня финны. На прыгладе того, что мы бачили. Но, как торопятся, и зелят, что вы торопятся, знову же крыку поговорим про наши практичные шански, когда погуляем в околице место, где мы с вами собрались. Ну, вельми важно, когда люди могут не просто устремать это, скажем так, пассивно. Люди розные. Люди розные, некоторые люди со своими властными ведами, и те, аджасно, соправдывающими богатые. Люди со своими властными амбициями. И они довольно часто ожидают показать, что они не просто слухадши, это так само нечто ведать, а так само нечто знание. Так вот, что вам скажу, дайте им в эту махшимость, а ворясково дайте им в эту махшимость. Ну, например, бывает так, что вы распорядаете нежный человек, как же, что а вось ведаете вось и начинает распорядать на что вы ему скажете, ой, я добра. Мы как раз про это рассказали, видимо, трап напрыгал. Те можете взять у союзники, когда мне что вам расскажут, а вот когда это будет лук там, вы скажете, и какая трапа называла. Вот мы будем с вами казать. Вы протягиваете казать с всем про инженом, и все будет тякава этому человеку, и он отрывается до того, что на него сгорнули кувалу. А бывает так, что вас проперли достиг. то есть вам задают пытание, а вы не ведаете, что на него отказать. Конкретное пытание. Не то, что нужно абстрактно, а вы не ведаете, что сказать. В этом выпадку можно сказать, я не ведаю. И таким шином вы покажете, что не то, что вы глупы, а лишь человек отшует, что он так само отшавосте варто, и он ведает то, а не ведает экскурсовод. И поверьте мне, он станет вашим лепшим союзником, вашим слухачем, напротив еще и дальнейшей экскурсии. А можно отказать на пытание, все нормально, репутация ваша не пострадала. Но могут ли использовать разные методы и приемы для того, как протягивать увагу? Тут можно рухаться, играть интонации, задавать отворотные пытания. Не за все тримается увагу, потому что человек воспринимает новую информацию, вы скажете, что был человек, князь был и он ехал и пошло. может быть такой момент, что люди начинают слушать, вас нет, и все когда вы поглядите, я буду вас слушать. Но это очень доброе, когда люди сами могут поматить, поднимать руками, но прием я люблю докрануться до истории, взять Витязь. Самое искрое прием располит про добровешенскую торпу, особенно добро працуя с детьми. Когда вы расповедаете, что старая церквана, особенно для детей, что в этой маэстрии византии, первопудовы, а когда им кажут, что подойдите, подойдите, догранитесь до этого хвовного, и на 12-го хвовного 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 хранения. Это выкликают иншие эмоции и уражения. Можно взять Минск, Кострычницкая площадь, на сегодняшний день амаль, что стратила на свой исторический облик. Но там есть невеликий участок, где старая рукаванка. Рукаванка осталась 6 часов, когда на этом месте был доминиканский пляж. И очень изрушена эта рукаванка. как раз перед дымом почти старый город, им кажется, что притягивание сучасно, и зараз, и зем у стороны нет часы. Вы идите по этой стороне рукаванки. Это зусим добро. У воли можно выкористовывать абсолютно разные сроки, для того, как притягнуть увагу. нечто принес такое. Можно показать кавалочку керамики старой или располагать в Витебске у сквера или помните Машерову и располагать что там городишься старого Витебска. Можно показать фото с дымом, а можно дать людям что все все ровно. Я иногда помацаюсь, я иногда отчують на властные разумения. Это стандартное по Витебску портфель помогает уявить Виткеру Борисенкову. Можно выкористовывать старые гроши. Я рассказываю про банковскую систему недалеко банк про то, как филиатра отражалась в державу, все они собрали на Финске на улице все доброе и позитивное. Вельми важно не забываться про то, что вы не только гуляете по городу, вы едете на автобусе, и возле автобусной проезды, они очень важны. Вы рассказываете про историческую особу, конечно, додать это расход такими таздымками, но это таздымки аурора Карамзина, особа, которая жила в Хельсинке в конце своего життя. Там она родилась. Вельми значная для российской истории особа, и когда про ее расповедаешь в контексте исторического сирозия, то люди обладают на автобусе. Натурально, что это застается довольно протягивый час. Если вы едете в автобусе, то нужно память про то, что для туристов в этот час отпадшинку они отпадшиваются, а вы працуете. В этом треба так, чтобы они отпадшинку заспорили некий материал. Например, когда вы рассказываете про белорусскую историю, это необходимо если туристы в автобусе не идут, куда ни было, Минск, Могилево, и так далее, обязательно нужно означать основные моменты белорусской истории. если проезжаете в Могилево, рассказываете, тут ратуша, они не ориентуются в историческом контексте. и если вы будете методично рассказывать микрофон, что это будет не успевать. Если это разбавить фрагментами это будет добро, где их взять, нужно включить фантазию. Например, когда я рассказываю про великое мяство литовское, какие добрые у нас были восколцы, берем фильм огнем и мечем нарезку. Например, фрагменты одного из фрагментов показаны крылатые гусары, верхники. Просто на три велины мы ставим взгляд этого вида, и люди уявляют, вздымается голова нарезатого, какая великая была у нас справа, доброе было у нас войско. и они с одного боку переключаются, с другого боку досконалы за свою информацию. Когда проехали на ту самую вёску и после нужно вытромать паузу и поставить белорусский мульт, так само по поводу народного фольклора. но это будет нормально, это будет знакомство с нашей нематериальной спадшиной. Фильмы должны быть по теме, что называется. Это всё довольно доброе працуе. Музыка важная, народная спева, музыка для передачи атмосферы. Расповедайте вы про историю кахания. Например, что можно узгадать, как едете у Плещеницы. У Менского проезжаете на Плещеницы. Про историю кахания желание на князя молодого приедут поведение князя князя уехала на войну и шакала шакала князя 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 после пришла и пошла посылать про клёна к этой кранице, более, когда к этой кранице отбывалися с подканья молодых, я оказала, как ты спокою не знала, как ты плещеницей стала, это всё ли название, это такая одна из легендов, после этой легенды вы поставите спевы, например, «Татьяна была новая, моё каханье», я шею, что есть, и это замацует, и это будет саденничать, с одного боку, с другого боку, белорусские спевы – это наша сучастная культура, это наша сучастная традиция, то, что раз в 10-20 годов будет полнопартостная историко-культурная и материальная испачка, это будет нормально. Ну, и при конце хотел бы еще означать, в таком восьмом момент вельми важно – сочите за собой, сочите за собой, коли вы, можа, пажадаете бадеидами, вельми важно, как вас успрымали адразу позитивно, бо позитивное успрымание – это залог того, что справа, которую вы будете робить – это вельми важно. Ветер Террасову писали, что там, «Ладно, там добра проноится», как-то девушка написала, «Что вы думаете, я не справа сдачи? Вкусно пахнет». Ну, ну, тоже, вкусно пахнет, но это все доброе, конечно, но без этого так само не я. Вот эта наша частота эротичная, и она, конечно, в фильме, может, к рывку не по теме, «Роман, коли запросил меня сюда», у меня было в обле, в думках, иншая лекция, больше эротичная еще, но после я подумал, что вот такие вот некие больше практичные советы, они будут для вас корыстны, однозначно, они будут для вас корыстны. Потому что, когда вы задъявляетесь слухачами такого направления, как менеджмент историко-культурной спадшины, то, напевно, вы эти уже связали своё жытье с историко-культурной спадшиной, эти вы уже связываете. Коли вы прослухаете такие вот разные абсолютно лекции, у вас будут абсолютные подставы для того, как посправовать себе у галяне гидовской працы. Это можно делать, и это вельми добро и текало. До речи, скажите мне, есть те, кто практикует жиги, и те, кто задумывается над этим гидом? Романтина. Ну, может, может, з'явится у вас такое ожидание, еще напереде. Но, навод, коли вы просто станете супрацовниками музеев, туристичных фирм, те уже есть такими супрацовниками, вы все равно будете иметь дочинение, иметь стосунки с гидами и вашими одинотунцами в галяне захований и популяризации историко-культурной спадшины. К тому, думаю, что в этом все будет довольно корыстно. Ну, и, напроконце, хотелось бы отзнашить основную основу с того, что мы зарассказали. Все, что мы с вами вызначили, я думаю, что одним шинником, который может заденчать захованием историко-культурной спадшины, является профессийный гид, который есть интерпретатором этой самой историко-культурной спадшины. Именно это экскурсия, и она является одним со сродком непосредной сувязи широких полу и историко-культурной спадшины. Минуют же и законодавства, и разные институты, которые занимаются этим. Это сродок непосредной сувязи. Таким чином гид з'является как проводником между историко-культурной спадшиной и широкими колами громадства. На этом закончим. Дякую.